Hello! Our topic today is my things, мои вещи. И что же мы будем сегодня обсуждать? В прошлый раз мы с вами научились описывать себя другим людям и описывать других людей. Сегодня мы представим, что в прошлый раз мы уже познакомились с каким-то новым другом, описали себя этому новому другу и пригласили его к себе в гости. Нам нужно рассказать, что у нас есть дома, какие коллекции он может у нас посмотреть. Что нам для этого нужно узнать? First of all, my things, мои вещи. Как на английском называются слова, которые нам принадлежат. Plural nouns, множественное число. Что если вещь у нас не одна, а их несколько? Нужно узнать, как это сказать. Demonstrative pronouns, указательное местоимение. Мы показываем человеку на какую-то вещь, нам нужно знать вот это вот специальное слово. Этот, тот. И этой функцией обладают вот эти вот местоимения. And numbers from twenty to one hundred. На прошлых занятиях мы с вами узнали цифры от одного до двадцати. И сегодня, чтобы рассказать, сколько каких-то предметов есть в нашей коллекции, нам нужно узнать более крупные цифры. Let's start. My things. Чтобы вам было удобнее, мы разделили все вещи на смысловые группы. First. Clothes. Одежда. Next. Games. Игры. And the last one is sport. Sport. Let's start with clothes. Repeat after me. A watch. A cap. Gloves. Trainers. A scarf. A bag. Now, one more time. A watch. A cap. Gloves. Trainers. A scarf. A bag. Now, the next group. Games. Repeat after me. A digital camera. A guitar. A basketball. A teddy bear. Now, one more time. A digital camera. A guitar. A basketball. A teddy bear. Next group is sport. A helmet. A skateboard. A bicycle. One more time. A helmet. A skateboard. A bicycle. A basketball. Окей. Если у нас предмет не один, а их несколько, как же это сказать? В этом нам поможет суффикс "-s". И в большинстве слов нам не нужно думать, мы просто добавляем этот суффикс к словам. Например. Doll. Dolls. Ball. Balls. Game. Games. Boy. Boys. Думать, наверное, нужно только тогда, когда мы будем произносить этот суффикс. Потому что, смотрите, если у нас слово заканчивается на звонкий звук или на гласный звук, мы читаем суффикс "-s", как "-z". Dolls. Balls. А если слово заканчивается на глухой, согласный, например, например, a book, тогда "-s", читается как "-s". A book. Books. Следующая группа слов является небольшими исключениями. Посмотрите, это те буквы, которые заканчиваются на шипящие. Например, watch, box. Также такие слова могут заканчиваться на такие звуки, как "-ш", "-ч", "-кс", "-с". Было бы неудобно после этих шипящих звуков еще произносить шипящий "-с". Например, watch, совершенно невозможно. Поэтому добавили еще один звук. И в таких словах мы говорим суффикс "-из". So, watches, boxes. Следующая группа. Те слова, которые заканчиваются на согласную букву и "-y". For example, lady. Мы видим, что "-ди", согласная, плюс "-y". И во множенном числе мы заменяем "-y", на "-i", и добавляем тоже "-s". So, lady. Ladies. Если перед "-y", у нас стоит гласная буква, этого не происходит, мы просто добавляем "-s". Например, слово play, пьеса. Если мы хотим сказать пьесы, мы просто добавим суффикс "-s", потому что перед "-y", стоит гласный "-a". И последняя группа исключений, это те слова, которые заканчиваются на буквы "-f", или "-fe". For example, wolf or life. Во множенном числе "-f", в этих словах заменяется на "-v", и мы также добавляем "-s". For example, wolf, wolves, life, lives. Но, кроме всего прочего, есть те слова, которые нужно запомнить абсолютно полностью, потому что их форма множенного числа совершенно не похожа на форму единственного. Child, children. Здесь нет никакого "-s", и форму множенного числа нам нужно с вами запомнить. Фут, feet. Туф, teeth. Woman, women. Обратите внимание на слово women. По сути, вторая буква у нас "-л", но мы читаем ее как "-и". Для вашего удобства я написала транскрипцию. Man, men. Для русского человека между двумя этими словами нет никакой разницы. Но, если прислушаться, то разница все же есть. В первом случае, если у нас мужчина один, рот раскрывается шире, и мы произносим звук "-э". Если мужчин несколько, мы делаем губы узко и произносим звук "-э". So, look at my lips. Man, men. Man, men. Okay. And the last word is a mouse. Наверное, не самое распространенное слово в английском языке, и многие его забывают. So, one mouse, two mice. Например, вы можете рассказывать про своих мышек, если у вас есть такие домашние животные. Итак, мы уже знаем, как сказать, что у нас несколько вещей, но как показать человеку на вещь у нас в комнате? Для этого нам нужно узнать о указательном местоимении. First demonstrative pronoun is this. Если у нас вещь одна, и она находится близко к нам, мы используем слово this, то есть это или этот. То есть я говорю этот мяч. This ball. Например, я могу рассказать, показать человеку на мячик и сказать This ball is orange. Если вещь находится от нас далеко, Да, видите, я не могу достать до того мяча, я не могу до него дотронуться. Мы используем местоимение that. That ball. То есть тот мячик, да, вот он далеко. That ball. Если у нас мячей несколько, они, опять же, находятся близко к нам, мы можем их потрогать, мы используем местоимение these. Вы можете сказать, что оно похоже на предыдущее, да, но тем не менее. В слове this звук и краткий, в слове these и долгий, напряженный. So, this ball, these balls. And now, if the balls are far away, если мячи далеко, и мы не можем их достать, мы используем местоимение those. Those balls. То есть те мячики. So, repeat after me. This ball. That ball. These balls. Those balls. А теперь давайте вместе с вами потренируемся. Вы увидите какое-то словосочетание в единственном числе, и вам нужно произнести такое же словосочетание, но во множественном числе. Для вашего удобства вы можете поставить видео на паузу. Now, let's start. This doll. Plural form. These dolls. Plural form is those watches. This party. Plural. These parties. This knife. Обратите внимание на это слово. Слово нож, и в нем первое кей не читается. Я произнесла this knife. И так будет со всеми словами, которые начинаются на k-e-n. K читаться не будет. Now, repeat after me. This knife. These knives. That mouse. Those mice. These teeth. These teeth. Итак, мы, опять же, показываем человеку с нашей вещи, но мы забыли показать нашу коллекцию солдатиков. Как сказать, сколько же этих солдатиков у нас есть? Узнаем, как на английском языке называются цифры. Начнем с десятков. Слова 30, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 80, 80, 90, 100, 100. Итак, слова 30 и 50 начинаются точно так же, как слова 13 и 14, с корня ther и fif. Также вы можете заметить, что все эти цифры заканчиваются на суффикс t. То есть, предыдущие цифры, которые мы с вами изучали от 13 до 19, они заканчивались на суффикс t-in. Эти десятки заканчиваются на суффикс t. На что нам еще нужно обратить внимание? На цифру 40, я тоже не зря ее подчеркнула. Итак, в цифре 4 и в цифре 14 вы, наверное, помните, что после буквы L стоит буква U. Итак, в цифре 40 она пропадает, и это забывать не стоит. Итак, а если у нас цифра сложная и состоит из нескольких, не просто 30, а, например, 30, 1. Для этого не нужно изобретать велосипед, мы просто произносим 30 и 1. Если у нас цифра больше ста, то между сотней и десятками мы ставим союз и. And, for example, a hundred and thirty-one, сто тридцать один. Или a hundred and eighty-nine, сто восемьдесят девять. So, repeat after me. Twenty-one, да, не нужно ничего добавлять двадцать и один. Thirty-four, fifty-seven. Ninety-nine, a hundred and one, two hundred and thirty-four. Да, здесь, несмотря на то, что у нас две сотни, мы суффикс S не добавляем. То есть слово hundred, оно никак не меняется, несмотря на то, что у нас сотен несколько. Now, let's practice. Давайте посмотрим на картинку и пытаемся объяснить, что же здесь изображено. So, what is it? These two boys. Next, what is this? This watch. Эти часы. Scarves. Шерфы, и они находятся от меня далеко, я не могу до них дотронуться. Those three scarves. Здесь девяносто шесть кепок, да, например, я коллекционирую кепки. What is it? These ninety-six caps. Итак, сегодня мы с вами научились описывать свои вещи и свою комнату другим людям. До встречи на следующем уроке.